Ни для кого не секрет, что для грамотного определения тактики лечения важна качественная визуализация. Радионуклидная диагностика на сегодняшний день представляет особый интерес в лице ПЭТ-ПСМА. Так, есть ли что добавить к этому методу? Есть ли у него какие-то незакрытые вопросы? Конечно, есть. Чувствительность метода по разным источникам составляет от 60 до 73%, а специфичность от 84 до 97%. Так почему же может не работать ПЭТ-ПСМА? Во-первых, это недостаточная экспрессия ПСМА в 10% случаев. Во-вторых, 25% рецидивов с низкой концентрацией ПСМА. Это нейроэндокринный рак предстательной железы, длительная гормональная терапия, трудности в обнаружении поражений менее 5 мм и локализация поражения вблизи мочевого пузыря. Эти вопросы мы пытаемся решить в своем исследовании. Еще одной проблемой ПЭТ-КТ является его доступность, как финансовая, так и территориальная. На сегодняшний день на территории Российской Федерации существует 43 ПЭТ-центра, в то время как более 200 радиологических подразделений оснащены гамма-камерами. Стоимость проведения одного исследования ПЭТ-КТ с галлием ПСМА составляет порядка 40 тысяч рублей, а стоимость проведения исследования в условиях гамма-камеры не превышает 10 тысяч рублей. В поисках субстратов для создания новых радиофарм препаратов особое внимание заслуживает гастриновсвобождающий пептидный рецептор, он же рецептор бомбезина второго типа или GRPR. GRPR физиологически экспрессируется в тканях поджелудочной железы, желудка, надпочечника, в головном мозге. Он участвует в сигнальных путях клеточного роста как нормальной, так и опухолевой ткани человека. Регулирует такие функции желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы, как терморегуляция, контроль циркадного ритма, высвобождение желудочно-кишечных гормонов, сокращение гладкомышечных клеток и пролиферацию эпителиальных клеток. Является мощным метагеном для неопластических тканей. Стоит отметить, что прямое клиническое сравнение изображений рака предстательной железы с использованием как GRPR, так и PSMA показало, что у целевой экспрессии нет полностью перекрывающегося паттерна. Гиперэкспрессия GRPR присутствует при различных типах рака человека, в том числе и рака предстательной железы. GRPR гиперэкспрессируется в первичной опухоли рака предстательной железы до 100% случаев и в метастатических лимфатических узлах до 80% случаев. В то время как нормальная ткань предстательной железы в подавляющем большинстве GRPR отрицательна. Совместно с шведскими учеными на базе неонкологии города Томска была разработана диагностическая молекула RM26. RM26 это антагонист GRPR рецептора, соответственно он не вызывает реакции активизации этих рецепторов и связан с низкой частотой и интенсивностью побочных явлений. Основная масса выведения радиофарм препарата происходит через пищеварительную систему. RM26 отмечался технецием 99, который хорошо визуализируется в условиях гамма-камеры. На базе неонкологии города Томска стартовало клиническое исследование, первым этапом которого мы провели оценку концентрации GRPR в опухолевой ткани предстательной железы с помощью ИГХ. И получили результаты значимого преобладания по сравнению с нормальной тканью предстательной железы. Вторым этапом была проведена первая фаза клинического исследования радиофарм препарата, одобренная локальным этическим комитетом. На сегодняшний день мы проводим оценку чувствительности и специфичности заявленного метода. Вот один из интересных клинических случаев. В данной ситуации мы получили некоторое расхождение локализации патологического очага по МРТ и накоплению радиофарм препарата по ОФЭКТ, которая в дальнейшем получила свое подтверждение по гистологической проводке. Еще одной находкой в другом клиническом примере было накопление радиофарм препарата в поясничных позвонках при отрицательной по остеосцентографии результатом по метастатическому поражению костей скелета. Таким образом, использование рецепторов бомбензина второго типа в качестве мишени для радионуклидной диагностики является перспективным методом исследования, требующего дальнейшего изучения. Спасибо за внимание. Спасибо большое за доплату. Мне кажется, очень интересная работа. Коллеги, вопросы? Да, можно один вопрос? Не могли бы Вы, пожалуйста, уточнить, какие пациенты подвергались по морфологическим характеристикам иммуногистохимическому исследованию на данный рецептор? Или это были просто пациенты с диагнозом рак простаты? Мы оценивали качественную концентрацию данного рецептора, то есть по степени окрашивания препаратов. А какой глисон был у этих пациентов? Это были пациенты с разным глисоном от 6 до 10. И второй вопрос у меня. Как Вы отличаете специфическое и не специфическое накопление? Например, как вначале Вы сказали, что есть накопление, выделение вот этого гастрина в поджелудочной железе, чтобы отличить, что там метастатическое поражение или это просто фоновое накопление? Есть ли какие-то рентгенологические характеристики? Ну, ни разу не было отмечено накопление в поджелудочной железе с данными за какое-то узловое поражение, если о метастатическом поражении рака предстательной железы или о второй опухоли. Нет, вопрос больше связан с тем, что бывает не специфическое освещение при использовании меток на данный гастрин. Вы сами сказали, что данный рецептор может выделяться в поджелудочной железе, в других органах накапливаться. Да, он физиологически накапливается в основном в кишечном тракте, в том числе в поджелудочной железе. А что говорить о костных структурах, лимфатических узлах и нормальной ткани предстательной железы, то физиологического накопления не наблюдается. Спасибо большое. Еще один вопрос. Республика Башкорстан. Рахим Фрадмир Адимович. Вот один вопрос. Подтверждали данные вашего освещения патогистологическими заключениями, то есть выполняли ли вы трепан-биопсию метастатических очагов в тех местах, где выдели освещение данного маркера? Спасибо за вопрос. Трепан-биопсию таким пациентам не выполнялась. Мы за этими очагами более прицельно наблюдаем. И в дальнейшем, если будет подтверждено развитие метастатического поражения в данной локализации, будем делать выводы о том, что эффект с GRPR предшествует выявлению пораженного участка, чем стандартные методы исследования. Тут самое главное нужно ответить на вопрос. Есть ли здесь воспаление в этом очаге или на самом деле идет метастатизирование рака предстательной железы? И это такой сложный момент, потому что на этом, скажем так, ПЭТ-КТ с глюкозой был неинформативно и другие методы исследования. Поэтому вам нужно четко разграничить, где идет воспаление, а где идет метастатизирование. Это лично мое мнение. Спасибо большое за вопрос. Но высокой концентрации данного рецептора в очагах воспалительных не отмечено. Нет таких данных. Надежда Андреевна, спасибо за доклад. У меня тоже есть небольшой вопрос. Скажите, пожалуйста, это новая методика, естественно, и поэтому предыдущий как раз человек, кто задавал вопрос, он сделал комментарий в отношении того, что вам вот этот метод обследования новый надо с чем-то валидизировать. Может быть, имеет смысл этих пациентов обследовать еще так же с помощью МРТ, может быть, МРТ всего тела, либо делать не ПЭТ-КТ с глюкозой, а ПЭТ-КТ с ПСМА, галией или фтор, чтобы можно было как-то сравнивать результаты. Потому что, конечно, при изучении нового метода будут как ложнопозитивные, так и ложнопозитивные результаты. Но вам нужно с чем-то сравнивать, с каким-то стандартом. Поэтому вот комментарий наш в этом плане. Спасибо за замечание. Все пациенты в данном исследовании проходили стандартный набор обследований, то есть это МРТ органов малого таза с контрастом, остеосцентеграфия, КТ легких и УЗИ органов брюшной полости. ПЭТ-КТ с галией или ПСМА в данной группе пациентов не проводилось, и ПЭТ-КТ с тортозоксиглюкозой точно так же не проводилось. Мы бы советовали вам добавить, потому что остеосцентеграфия обладает низкой диагностической эффективностью, и в настоящее время есть гораздо более эффективные методы. Остеосцентеграфия, насколько я помню, диагностическая эффективность 75%, а ПЭТ-КТ гораздо выше. Поэтому мы бы советовали вам, чтобы можно было этот метод далее внедрять, сравнить с чем-то более эффективным, чем остеосцентеграфия. Я думаю, мы в дальнейшем добавим этот пункт в нашу исследование. Спасибо, спасибо за вашу работу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!